В гостях с Абитро Химбай. Ой, украли идею, сегодня ничего не могут придумать. Призошла как бы девальвация. Входите по старым договорёнцам, делайте, либо не делайте. По сути, мы снимали те же вайны, только на большой камере. И монтировали эти на старых двух кассетах. КВН, он в человеке вырабатывает ген все возможности. Смешно, не смешно, у каждого же разное понимание. Надо закрыть дорогу всем. Пришли из шоу-бизнеса, из КВН. Мы же денег никуда не бросили. 50-50. Либо пролетите, либо заработайте. Надоели фильмы про свадьбу, про Килина, Генешек, Далар, Кудалык. Сколько бы блокбастеров не выходило, кастанский зритель, он всегда хочет посмотреть свой фильм. Не знаю, как он взломал сайт Министерства. Не. Ты приезжаешь в Кастан, мне уже тебе скучно здесь снимать. Тоже такое же хотим. Но бюджеты вот такие вот. У нас с сценаристами всегда проблема. Он закончил с Жургенева еще, и я тут КВНчик, его редактировал, напрягает. Мы вот сколько проектов сделали, до сих пор, ну, миллионер до сих пор не стал, скажем так. Всем привет, это видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. У нас интервью с телевизионным продюсером, сценаристом, с кинопродюсером, с киносценаристом. Я не знаю, ты где-то в Digital тоже есть сейчас, в YouTube, как сейчас модно. Пока нет еще. В общем, у нас продюсер и сценарист в гостях, Расабит Рахимбаев. С недавнего времени еще чуть-чуть актер. Да, ты же постоянно актер. Ну, я сначала был больше как сценарист и продюсер, а потом стал актером непосредственно. У нас просто, видишь, этот не актерский канал. В общем, как и многие уже предыдущие два интервью, они начинали с такой фразы. Когда-то же ты был КВН-чиком. У нас много кто из продюсеров были, играли в КВН. Расскажи, пожалуйста, ты играл в КВН, как это продолжилось дальше? Многие говорят, что КВН продолжился только на телеке, где-то еще. Я открою секрет для многих поклонников твоего канала. Мы когда играли в школе, в 72-й школе была, КВН начинали играть. Николай был нашим непосредственно художественным руководителем, готовил нас, учил играть в КВН. Потом мы выросли и продолжили это дело уже на профессиональном уровне. Поступил я в Виньяз. У нас была команда «Холодный душ, жаркий день», в составе которой был Нуртаз Адамбаев, сейчас ныне известный казахстанский режиссер, актер Аскар Узабаев, тоже режиссер, знаешь, да, его? Антон Федоров, ну, сейчас журналист такой популярный. Ну, все творческие люди, в общем, в Виньязе собрались. В Виньязе послов мало было, все они были в вашей команде, и потом они все кем-то стали, да, в этой истории? Да, и мы все, в общем, пошли не работать ни по специальности. Никто не стал переводчиком. Никто не стал переводчиком, только Антоха по своей специальности пошел журналистом работать. А так мы все... Ну, кстати, Аскарик, он просто играл за нашу команду, он учился в Жургенева, на режиссера. Ну, только, получается, мы с Нуртазом не по специальности. Я на экономиста учился, он на политолога, он пошел в режиссера, я пошел тут же. Ну, как бы... Да. Мы можем сказать, вы тоже потихоньку возвращаетесь в свои профессии, ты к экономическому, он к политологу. Вот после чего мы играли в КВН, потом это все дело надоело уже, это же все равно как-то на студенческом уровне остается, и решили заниматься более профессионально. Нас пригласили на КТК работать, продолжать передачу «Казык радиусы», помню, тогда было популярно. В качестве сценаристов, да? В качестве сценаристов, и вот Нуртаз с Даутом они там придумали проект «Казык радиусы» была рубрика «Шала Казахтар». Эта рубрика как-то залетела, и потом Нуртаз и я, Даут, решили делать скетт-шоу «Наш Казаш». Это Нуртаз идея была, надо что-то на русском языке нам производить, тогда гремела «Наша Раша», как бы, и... Ну, мы сделали хитро, то есть Нуртаз созвонился на тот момент с Галусяном, со Светлаковым, пригласил их в Казахстан и сказал, что мы хотим делать в Казахстане «Нашу Казашу». Они говорят, ну, проблем нет, добро, ну, нам нужно, чтобы вы приехали на концерт, мы бы сделаем совместный концерт. Они согласились, естественно, за определенный гонорар. Да-да, кстати, я помню, что я тогда, ну, уже не Галковен, тогда был просто зрителем, и помню, что это был классный такой ход, потому что все вопросы уже тогда... Да-да-да, потому что мы знали, что такое будет, такое будет, сразу скажут, ой, украли, и все равно было после этого, ой, украли идею, сегодня ничего не могут придумать. Мы хотя бы говорили официально, мы, да, мы знаем, что это Наш Казаш, это Бородина, Нашу Рашу, да, то есть никто не скрывает. В самом центре Евразии, там, где раньше были высокие горы, а сейчас высокий курс валюты, живет и процветает казахстанский народ. Это наши режиссеры снимают фильмы и прячут их от всех. Это наши пешеходы уступают дорогу дорогим автомобилям и матерят старые. Только наши врачи и учителя могут прожить за 30 тысяч деньги в месяц. И все это наше добро. Наша Казаша. Проект успешно, да, он зашел на КТК, прям хорошо зашел, после чего как-то мы начали вместе работать много лет. То есть да, вот нас и ты пытаем. Да, мы сами писали, сами играли, в общем, и сами были администраторами, все сами находили, и за реквизит сами отвечали. То есть КТК предоставлял полностью камеры, монтажную часть, постпродакшен, а мы отвечали полностью за сценарий, за съемки, за все остальное. И после чего, да, спустя какие-то годы, да, мы уже решили немножко разделиться, своим делами заниматься. На улицах нашего города мы стали все чаще и чаще встречать людей, которые занимаются попрошайничеством. И сегодня мы берем интервью у президента Ассоциации Попрошай Казахстана, заслуженной бешарашкой республики, Джексурунов Ирки Былан Баронович. Здравствуйте, Ирки Былан. У всех появились свои идеи. Я на тот момент придумал сериал «Городские легенды», и вот хотел его двигать. И обратился на 31 канал. 31 канал тогда мне поддержал с этой идеей. И запустили мы проект «Городские легенды». Ты уже выступал в качестве продюсера, да? Я как в качестве продюсера и сценарист выступал. То есть у вас уже была компания, то есть ты там был один? Нет, мы с Даутом были. Вы с Даутом организовали компанию, которая «Продакшн Структи», да? Да, «Большая восьмерка» называется. Как бы название здесь пор сохранилось. Вы запустили «Городские легенды» по несколько сезонов, по-моему. Там около трех сезонов было. Мы вот тогда первый раз стали на рельсы именно по производству сериала. Потому что телевизионный сериал и скетт-шоу немножко разные вещи. Потому что скетт-шоу там как бы несколько локаций, постоянно приходишь, сразу несколько снимаешь сцен на несколько передач. А сериал – это уже… Причем ситкомы мы еще до сих пор, к сожалению, не умеем делать. Но ситкомы – это когда в одной локации все происходит и никуда не выходит главный герой. Наверное, мне кажется, мы так и не научимся. Условно, если в России не научились, почему мы должны научиться? Ну, почему? Воронины успешные ситкомы, 23 сезон какой-то там народный. Причем «Кухня» – это все сериал. Да, комедийный сериал. Сериал, да. И мы вот все-таки больше акцентируем внимание на комедийных сериалах. Потому что я сам не могу, у меня скучно становится в одной локации находиться. Мне нужно всегда много локаций, много куда-то переезжать. «Городские легенды» в этом плане самый сложный был для меня проект. Потому что там каждая новая серия – это был новый герой. У вас каждая серия – новая линия была, новая история. Они, между собой, пересекались? Они пересекались с тем, что там, допустим, главный в первой серии, допустим, я сам играл. Играл таксиста, который возит. Это был второстепенный герой в следующей серии? Да, да, да. То есть вот такая была сюжетная линия, связанная чуть-чуть. Да, для меня тоже такое было. Я когда смотрел, мне кажется, это же Алмата как бы. То есть все люди друг друга знают. Ну, больше мы хотели… Идея была такая, что обычных простых алматинцев, казахстанцев подавать как легендарную личность. Да, да. Ну, и такая была задумка. Ну, очень удачно как бы получилось. Сразу второй, третий зон заказали. После чего нам это тоже надоело делать. Мы говорим, давайте что-то новое. Потом мы придумали сериал «Женатики». Мы думали, как бы развивать там некоторых героев городских легенд. Мы их решили всех поженить и объединив сериал с «Женатики». К сожалению, с «Женатики» мы сняли пилотную версию. Она где-то год лежала, канал не понравился. Потом мы переписали, опять переделали, им опять не понравилось. В общем, два года лежал на полке этот проект, потому что хотели от него отказаться. А мы даже пилот вы снимали, да? Пилот мы сняли, да. Там даже другие актеры играли в пилоте, кроме основных. Потом мы все-таки уже подписали с «Тисперм каналом» договор. И в тот год потом проект заморозили опять почему-то. Сказали, что денег нет и все такое. После чего произошла как бы девальвация. Реско скачнул доллар. И очень… Договор остался прежним, да? То есть, соответственно… Я помню этот момент, потому что у меня на «Тисперм» тоже был сериал на 27 серии. Девальвация, я помню, что… Извини, пожалуйста, я перебил. К нам просто приехал режиссер, и я как бы с ним общался. Приехал только приветствую в Алма-Ату, тогда с Украины. И мы сидим в кафе, и мне сообщение приходит, как этот, падает тенге, короче. Я в голове, и я уже озвучил гонорар, гонорар был в долларах. И я сижу и говорю ему, а сам понимаю, что в голове у меня уже вся экономика нарушится. Да, да, абсолютно. И он говорит, а что у вас тут происходит там? Я такой, у меня уже лица нет на мне. Ну вот, и дальше нам сказали, ну, уходите по старым договорёнцам, делайте, либо не делайте. Я ребятам говорю, два года я в этот проект верю, женатике, это должно получиться, ну, семейная тема, давайте делать. В общем, мы в итоге согласились на старые условия, абсолютно невыгоду себе сняли этот проект. Ну, главная выгода была, чтобы, ну, как бы, зарекомендовать о себе, как о продакшне, который может делать именно семейные сериалы. Городские легенды всё-таки был такой молодёжный немножко, мы хотели показать, что мы немножко выросли, можем шутить на уже взрослые темы, там, семья, развод, всё такое. Городские легенды И получается, мы сняли сериал, очень хорошо зашёл, он там, да, стал одним из самых рейтинговых сериалов в истории 31 канала, особенно второй сезон, мы его снимали, часть в Египте снимали, решили поэкспериментировать. Ну, там бешеные доли были, прям канал, всё, давайте, третий сезон, потом уже опять силы иссякли. Боже, что сложно снимать сериал с постоянными героями, когда их много, они в разных городах живут, их надо собирать у всех свои дела. То есть, легче... Из-за актёров, да? Да, из-за актёров, да. То есть, там, у нас, допустим, Айбин, Нурдаулет Щертим играет, он там, решил в Астану переехать на тот момент, да. Другие актёры другими делами занимаются, и у нас там 8 главных актёров, которых нужно собирать, там, допустим, 2 серии снимать, это на 2 месяца, они должны вырваться откуда-то, если здесь находиться. И вот мы кое-как сняли 3 сезона, а потом решили сделать полный метр. Ну, мы взяли прототип этих героев, название другое сделали, но абсолютно не привязано к сериалу, история в кино, в которое тоже отлично залетело, вот. И в этом году мы сняли уже вторую часть. А второй фильм, который вы сейчас сняли или снимаете, это вторая часть этого фильма? Мы в этом году сняли 2 фильма. А, 2 фильма. 2 фильма. Первый фильм называется «Атташка на хайпе». Это вот как раз то, что сейчас происходит, мы взрослеем, мы очень много таких тем, как диджитал, скажем так, мы немножко отстаём, всё-таки это будет молодёжная тема. Потому что я там разговаривал с многими вайнерами, пытался для них даже какие-то вайны придумать, абсолютно, ну, то есть не получается. Они такую простую вещь, они потому что мыслят по-другому. Для меня, как вайнеры шутят, допустим, я так не могу себе позволить шутить, потому что, да, но это слишком просто. А, слушай, ну это ты думаешь именно из-за возраста или вот мы просто общались с Русланом Виссингериевым, он тоже говорил про вайны. Может быть, это в том, что, ну, у тебя вот эта КВНовская школа, она требует определённой структуры, даже если это шутка, даже если это миниатюра. Сложности, да, то есть у нас в голове... А они могут только заход показать и всё, больше ничего не могут. Нет, ну, потому что у молодых глаза горят, то есть они, мы, по сути, раньше тоже эти вайны, вот у нас была передача «Казыка радиуса» в 2007 году мы снимали, да. У нас, то есть вместо сотки была здоровая камера, мы выходили, просто поливали вокруг всё, что там нам нужно было 25-минутную передачу каждую неделю выпускать. Соответственно, там где-то около 25-26 скетчей было, там же минутные скетчи такие, скетчи, скетчи, скетчи. И, по сути, мы снимали те же вайны, только на большой камере и монтировали эти на старых двух кассетах, а сейчас время другое. Ну, тогда глаза горели, мы эти вайны вот так придумывали, снимали. Сейчас уже с силы возраста, ты понимаешь, что снимать вайны, там, что-то для Ютьюба, это нужно энергию тратить, силы. Только если чем-то вот заболеть, вот я ещё пока не заболел, вот я для Ютьюба вот ищу для себя проект какой-нибудь, которым я начал бы болеть, а пока вот не могу найти. Потому что кино много энергии забирает. Да. Ну, смотри, ну, вы два фильма в год, это же, в принципе, достаточно такой, высокий темп, мне кажется. Ну, и с одной стороны мы хотели, как бы, в прошлом году мы один фильм сняли, и было много свободного времени, нам казалось. Но на тот момент мы решили делать два фильма в этом году, и немножко, честно говоря, два фильма многовато для одного продакшена. Лучше делать один, но более это так, спокойнее. Слушай, ну, смотри, ты так классно пробежался по своей биографии. Вот вопрос перехода сковоренчиков на телевидение. Я тоже часто разговаривал, ну, вот, с нашими коллегами, и вот как ты сам оцениваешь то, что получилось, что вот, получился такой процесс, что на всём постсоветском пространстве, там, где были КВНщики, они, во-первых, сначала в качестве, ну, там, кого угодно, просто редакторов, просто каких-то появились на телевидении, потом потихоньку это перевоснул в какой-то такой большой состав авторов, потом они это телевидение, грубо говоря, возглавили, ну, то есть их компании купили. Ну, то есть такие процессы, ладно, у нас в Казахстане, может быть, это не так, ну, как бы, как сказать, там у нас нет покупки компании, да, потому что мы тоже хотели бы это обсудить. Но, условно говоря, в итоге, в общем, начиная с 2000 года, да, вот вы, как КВНщики, которые занимались, вот, телевидением, творчеством, кино, там, сериалами, ну, вот, всё это время, в итоге, вот, ваше поколение, оно всё, там, и у нас, там, и в Азербайджане, и в Армении, и в Украине, и в Белоруссии, и там, ну, в России точно, они вообще все это возглавили, как бы, да, стали руководителями каких-то... Ну, в Украине, да, они просто дачи всех, как бы, вот. Как не жило будет перебороть, да? Да, ну, на самом деле, такая ситуация, и причем, я помню, что пять лет назад, когда я приезжал в Киев, например, я пытался собрать сценаристов, которые умеют писать комедийные сериалы, их было не так много, потому что все, в принципе, ну, маломаски работали на квартале, то есть, ну, в смысле, они работали в одной компании, то есть это даже не было там, ну, знаешь, как у нас, кто там, кто-то там, то есть это была одна компания такая, то есть как ты оцениваешь это, Да почему так произошло? Ну, ты же сам в свое время играл в КВН, знаешь, какая-то сильная школа, то есть, КВН, он в человеке вырабатывает, мне кажется, ген все возможности, то есть, когда ты сам... Да, универсальность, потому что мы сами писали, сами спали на партах, ночевали, вырезали картонки разные, делали реквизит какой-то, сами ширмы это делали, сами костюмы себе шили, ну, то есть, там, начиная, там, со школьного возраста, мы начинаем вот этот, какие-то элементы продюсерства, да, наверное, себя отрабатывать. Креативные продюсеры вполне себе могут быть подготовлены, да? Потому что я вот, мы писали сериалы даже с теми сценаристами, которые там в Жургенево учились, да, кино сценаристами, ну, у них по-другому вообще мышление, то есть, они вот в одном направлении, то есть, и мы говорим, выйдите из этого направления, давайте шире думать, да, то есть, не надо думать вот о том, нет, и у нас никогда не получалось с ними сработаться, не знаю почему. Вот когда приходит из КВН-ской школы сценарист, мы друг друга понимаем с полуслова, ну, то есть, каждый понимает, что это смешно, что не смешно, то есть, смешно, не смешно, у каждого же разное понимание, у человека, да, но мы все-таки КВН-чики все-таки выдаем то, что смешно, это какое-то, что для всех смешно, то есть, у нас есть понимание, что там сидит определенный зритель, и он будет смеяться над этим, тем более, мы очень много выступали на разных корпоративах в свое время, тоях, и мы всегда знаем, так, сегодня там, сегодня мы в Чемкенте, про чемкентцев нужно вот так шутить, сегодня там мы в Атара, в Атара лучше шутить так, сегодня мы в Астане, в столице, да, там, мы быстро адаптируемся, меняем программу, и также в сериалах, то есть, когда мы пишем сценарий, мы понимаем, так, семейная тема, надо больше акцент там, на такую ситуацию, на такую ситуацию, и то есть, поэтому у нас как-то в КВН-чике больше востребованы, потому что плюс мы выдаем быстрее все это дело, качественно. У нас постоянно сейчас какая-то война между, именно, не то что война, но когда-то холодная война, как назвать, но недавно Турсунов, по-моему, писал же, что надо закрыть дорогу всем нашим творческим людям, которые пришли из шоу-бизнеса, из КВН-а, как бы, для меня это странно, потому что, ну, в Америке там и «Звездные войны» снимает, «Эдди Мерфик» в комедии снимает, и «Джим Керри», ну, и никто не говорит, что они там, давайте им дорогу закроем, они со стендапа пришли. Не, ну, я вообще к таким вещам, там, как, либо те, либо кто-то другой закрывает дорогу, мне кажется, это вообще странно, потому что, условно говоря, это же, ну, там, не одна скважина нефти, куда там, например, несколько человек подходит, там, и говорит, «Приди, стоп, только один там», это же такая штука, завтра, может быть, вообще, в каком-нибудь ТикТоке завтра будет, там, какой-нибудь юморист, который нам с тобой вообще не будет понятен, а он там будет вложить всех, там, да, грубо говоря, и скажет, ну, в общем-то, давайте вот запретим всех этих старых, там, грубо говоря, там, которые с трехактной системой, там, со сценариями, там, и так далее. Тем более, мы же денег никого не просим, мы же деньги, там, занимаем сами, берем кредиты, ну, головой рискуем, да, перед, перед, ну, перед, со своими, там, с какими-то возможностями. Ну, если мы понимаем, фильм не заходит, или сейчас, ну, сериал, понятно, ты берешь, ты просчитываешь, понимаешь, что риски, а вот именно кино, это там, то есть, нет, никто не может сказать, вот ты сейчас фильм с ними, ты заработаешь, никто так никогда не скажет. И когда мы, там, у инвесторов берем деньги, мы предупреждаем, ну, 50-50, либо пролетите, либо заработаете, как бы. Давай перескочим на вопросы кино, наверное, она тебя сейчас больше всего, как бы, как бы, драйвит, да, потому что, ну, сейчас вы этим занимаетесь уже, к сериалам, возможно, да, вот смотри, я вот думаю, что мы просто два года назад, я, даже три года назад, я пришел в свою компанию, сказал, вот мы будем, вот мы тогда писали фильмы, в общем, все так, начало все это заходить, ну, плюс-минус заходить у наших, казахстанский прокат. Я пришел в свою компанию, сказал, все, в этом году мы будем делать, там, фильм. А потом прошло полгода, я как-то оценил все это, и вот до сих пор, честно говоря, живу таким, ну, как сказать, не то, что убеждением, ну, то есть, я посчитал для себя, я до этого, как бы, не занимался всю жизнь, ну, после КВ на творчество, потом я занимался еще 15 лет бизнесом, и поэтому я понял, что для себя это, что это очень высоко рискованный бизнес, для меня лично, то есть, в моей ситуации, для моей компании, ну, потому что я не совсем... Я не готов рисковать. Нет, рисковать это одно, рисковать мы готовы, вопрос такой, первый вопрос, я не совсем понимаю параметры, ну, от чего зависит прокат, ну, то есть, я не думаю, что это мои власти, конечно, мы, как сценаристы, всегда будем говорить все в сценарии и так далее, и я могу в себя верить, но, как бы, я не совсем понимаю, вот, почему некоторые фильмы собрали там, почему нет, то есть, это для меня какие-то нечуткие показатели, первое, и второе, ну, я вот сейчас уже точно стал убежденным сериальщиком, и вообще, уверен, считай, что не за кино, ну, не за полными метрами, а за сериалом и будущее, и я считаю, что, если вот делать такой вот сериал, даже вкладывать собственно деньги, ну, грубо говоря, это шаг в развитии, а вот в кино это, грубо говоря, ну, не шаг в развитии, То есть это только вот, ну, вот, типа, ну, грубо говоря, я могу себе представить, что мы сделали какой-то фильм, он, например, не собрал деньги, я не понимаю, почему, или он собрал деньги, и я тоже, может быть, не буду понимать, почему я собрал, почему. Я понимаю мысль, да, понимаю мысль. Здесь ситуация такая, что никто не знает. Да. То есть есть примерно вот это КВН. Ну, на что ты ориентируешься? Я ориентируюсь на КВНскую школу. Что вот юмор как бы. Что вот акцент на юмор, акцент на узнаваемые ситуации, акцент на то, что народу будет заходить. У нас часто, говорят, надоели фильм про свадьбы, надоели фильм про Килина, Генешек, там, все такое, Кудалар, Кудалык, но это будет работать еще много лет, кто бы что ни говорил. Самое главное придумать уникальность, да, всего этого происходящего. Мы вот тоже, я там работал со Скаром Узабаевым, да, учился вообще писать кино со Скаром Узабаевым, писали ему фильмы, там, «Пять причин не улюбиться казаха». Ну, а сам удачно с ним работаю, все-таки это Килинка тоже человек, такой, он хорошо прошел и многим зрителям понравился. Потом я перешел работать с Нурланом Коэмбаевым, мы написали «Бизнес по-казахски в Америке», «Бизнес по-казахски в Африке», «Нурлан» другой подход. То есть до того, как снять свой фильм, ну, «Глубоко сподюсию», ты еще писал несколько фильмов, которые заходили уже, да, как сценариста? Тьфу-тьфу, еще не писал фильмы, которые не проваливались, но как-то мне получалось так, в этой команде поработать и там, и здесь. То есть со Скаром Узабаевым, я вот, скажем так, у него какие-то навыки взял. У Коэмбаева, Коэмбаева тоже есть чуйка, да, он хоть бы не киношник, он КВНчик, но он очень чувствует, вот прям у него чуйка, есть вот это казахского менталитета. Я, ну, посмотрел, на что он делает акцент, там, и я бы никогда, допустим, сам бы, мы когда выпускали наш фильм «Гудвай мой бай», ну, я не считаю себя там, ну, то есть, скажем так, Коэмбаев, там, тот же Туш Сумбек, там, тот же Нуртас, они все равно гораздо популярнее меня, конкретно меня взять, я там не такой популярный человек. Я понимаю их успех, то есть их успех заключается в том, что они популярные в Казахстане люди, и когда они создают кино, люди хотят пойти и посмотреть. Создавая фильм, которым я снимаюсь в главных ролях, я понимаю, что на меня зрители не пойдут, то есть я должен цеплять историей, историей сценарием, и вот мы взяли вот то, что там, и тема такая была, что все разводятся, все разводятся, вот у нас много фильм про свадьбу, давай фильм про развод сделаем, вот реально посмотрим, как про развод фильм зайдет, и мы сделали комедию про развод, и оказалась тема очень актуальная, то есть прям попали, все равно самый главный показатель именно в рекламном, в рекламной компании, потому что многие говорят, там, нужно инстаграм, там, все такое, у нас на первом месте рекламная компания, это трейлер, то есть если удачный трейлер собран, зрители он цепляет, только из-за трейлера идут в кино, все остальное потом работает, а потом дальше идет сарафан, если фильм плохой, его ничего не спасет, если фильм нормальный, хороший, и работает сарафан, все говорят, иди, хороший фильм, классный фильм, и как-то получилось попасть вот в эту точку, что все разводятся, оказывается, и многие люди после фильма говорят, блин, вы такую тему задели, прям, у меня дома такая ситуация происходит, я, блин, как будто типа из моей жизни все взято, я говорю, ну, видишь, как все происходит. Здесь разводятся? Нет, здесь женятся, а разводятся там. Почему разводитесь? Изменили, бьете, пьете, не исполняете супружеский долг, не работаете, не любите? Слушай, ну, смотри, квазрату о рисках, просто я не совсем договорил, и как раз-таки, может быть, мы с тобой поспорим, вот, у меня, ну, не то, что убеждение, ну, у меня ощущение, что наших фильмов с тобой больше, они будут лучше, но если брать бизнес, ну, там, прокаты, деньги, то произойдет то, что произошло там в России. Ну, то есть одно время, если ты помнишь, там, у них было стабильно, где-то лет пять, по-моему, была такая финансовая схема, они там снимали за полтора, за два, собирались стабильно пять, там просто были участники Comedy Club, как бы, все комедии были, их было очень много. Вот у нас сейчас, ну, говорят, там, 60 фильмов, да, в год, вот, мне кажется, по деньгам вполне может быть такая ситуация, что у нас будет фильмы еще лучше, но они уже будут друг друга, то есть, если раньше, ну, когда вот мы писали эти фильмы, я помню, что приходишь в кинотеатр, и идет один казахстанский фильм, ну, не то, что там комедия и драма, там, а просто он один, да, да, то есть все американские, там, российские, и один казахстанский фильм, и если ты нормально относишься к казахстанскому кино, ты идешь на него, как бы, да, а сейчас ты приходишь, бывает два, бывает даже три фильма, ну, то есть в один день. Мы сняли вот Goodbye, My Bye 2, и я не знаю, какую дату поставить, потому что очень много фильмов, очень много фильмов, под Новый год, там уже стоят, там, Бизнес по-казахски, Вабанг, там, Каникул оффлайн, потому что на январь, там уже Килинка Сабина 3, там, еще, там, в Мексике сейчас снимают ребята фильм, там, плюс, и вот об этом очень много фильмов, и не знаешь, куда ставить, встать, ты понимаешь, что просто, ну, конкурировать друг с другом нет смысла, хочется дату выбора, но невозможно, потому что в любом случае будешь конкурировать, но это хорошо же, конкуренция лучше для качества фильма, для проката, это вопрос, то есть вполне может быть ситуация завтра, будет замечательный фильм, и все мы пытаемся, какой же может быть, ну, как бы в прокате из-за росписи, ты знаешь же еще, что сейчас вот Дисней, они вот скупили все свои вот эти вот, как его, все эти, Марвелы, там, и так далее, я не знаю, ну, короче, они анонсировали, что у них будет 52 релиза в год, то есть 52 релиза, это значит, каждый выходной будет выходить какой-то фильм Диснея, то есть, представляешь, 52 релиза, это же... Ну, сколько бы блокбастеров не выходило, все равно казахстанский зритель, он всегда хочет посмотреть свой фильм, как бы, что бы не выходило, в любом случае хочется пойти, построить свой фильм, свою ментальность, самое главное попасть в тему, примерно, если фильм не зайдет, он, если фильм хороший, он найдет своего зрителя и заработает деньги, то есть, если фильм не заходит, только ты один не уверишь, и всем другим не понравится, ну, просто надо глаза открыть, себе искать, да, действительно, мы сняли фильм, который, возможно, не зайдет, поэтому... Ну, сейчас же должен быть фильм, который лучше наших же фильмов, которые с тобой стоят там, грубо говоря, и в одно время, и желательно еще, ну, и вообще, в общем, по впечатлению, был лучше даже твоих, своих же фильмов, да? Ну, для этого есть компании, которые занимаются дистрибьюцией наших фильмов, это компания, непосредственно, с которой мы работаем, это Сулпак, она вот выбирает дату, нас всех разводит, старается, ну, нам говорит, что в эту дату лучше не выходить, выходить на две недели позже, либо раньше, и мы, ну, как бы, стараемся не включать казахов, мы начинаем их слушать, да, ну, давайте, в принципе, там, ну, давайте подвинемся, да, ну, иногда хочется вот про под Новый год встать искать, вот я под Новый год хочу, потому что все идут в кино, и тебе кажется, что ты сейчас заработаешь, ну, там стоят такие гранды, как бизнес по-казахски, Твои же друзья стоят, которые... Да, с которым ты работал, ты писал, да. И твои же франшизы стоят, получается, Илин, который человек. И при этом, при этом ты с ними начинаешь конкурировать, и дружба перестает соперничество, и вот это я не понимаю, когда начинают, говорят, ой, зачем там... А что, такое уже есть? До этого вроде как все пытались там объединяться. Нет, у КВНчиков, что, плохо, вот я хочу это все проговорить, кто будет смотреть. Мы сейчас все в КВНе друг с другом соревновались, и пытались друг друга выиграть. Да, да. Да, все последнее, спор, да. И сейчас в кино-продакшене такая ситуация происходит. Мы пытаемся сделать лучше других, то есть мы говорим, ой, сейчас я лучше сделаю их фильм. Ты же идешь на их фильм, не можешь искренне порадоваться за них, и посмотреть фильм, просто порадоваться за друзей, что они хорошее кино сняли. Ты в любом случае смотришь, так, минусы ищет, так, так, мы сейчас лучше сделаем. Но я говорю, откуда это, откуда это? Сидит эта КВНовская, ее надо как-то искоренять, потому что режиссеры наши, там тот же Анвар Маджановский, мы работали, там еще ребята есть. То есть у них вообще этого нету, кто не с КВНа. Они такие, о, классный фильм, молодцы. Ну, это какая-то самомотивация, знаешь, мы же как спортсмены, типа там, а что двигало нас раньше, типа, ну вот там, в четвертьфинале, эти нас там были выше, и мы теперь должны там их... Да, и вот это вот какое-то непонятное злоба, что ли, какая-то присутствует. И вот ее надо как-то искоренить, то есть я не знаю, как... Ну, это и называется, что когда графиков хороших... У нас горячие даты же, горячие даты мало же, да. Если бы это было бы, как сказать, как раньше, когда там просто выходит один фильм, это прям событие уже, частный фильм. Ну, ты согласен с тем, что вот Нуртас с Келинкой сделал вот эту революцию? По сути, он один из авторов того, что происходит сейчас. Нуртас, да, Нуртас очень талантливый режиссер, актер, и Келинка Сабина, ну, это просто как бы, она просто залетела, и я думаю, Келинка Сабина, это один из всех примеров, когда ты иностранцу любому можешь показать, а какие у вас фильмы снимаются, ты можешь показать Келинку Сабину, ему будет смешно, это есть вот, у него там присутствует международный юмор, такой международный элемент, какие-то. Вот мы даже снимали бизнес по-казахски в Америке, и там у нас были шутки разные, и у нас работала американская команда, он не понимал многих шуток, но были международные шутки, такие как там, они понимают, что это там не корейц или не китайец пришел в китайский ресторан, они понимают, что это казах где-то там в Казахстане, и он начинает на вымышленном китайском языке разговаривать, и для них это смешно, для иностранцев, они смеются, или там, когда момент убегает, вот у него в руках это... Я помню эту сцену. Потом тот же I go to school, I go to school, то есть американцы сидели, ржали, у которых отыграли, они перед тем, как играть, они очень ржали сидели, и сейчас дайте просмеемся, короче. Он очень смешно, говорит, I go to school, типа. Ну то есть и Килинка, Сабина, тот же, там очень много шуток таких, как, ну таких просто иностранц, мне кажется, смотрят, и такие, понимаешь, что происходит? Ну слушай, но я больше про то, что вот именно, что вот этот рынок перевернулся частный, скажем так. То есть я помню само это время, когда вот появилось это первое, там, ну и говорили же разные мифы, там, ну мифы и настоящие, какие-то цифры, то есть, ну там, больше двух миллионов, снял там за копейки и так далее. Ко мне пацаны подходили вообще не из этой отрасли, говорили, а что вот реально, там, давай, ну вот, хотели снимать кино, ну, исходя из того, что многие певцы сейчас снимают кино, мне кажется, это все еще та волна. Я почему говорю так? Потому что вот опять-таки, ну если сравнивать, там, ну у нас все-таки есть, там, по рынкам, мы третий, там, в СНГ, да, там, Украина, второй. Я смотрю, в Украине только сейчас эти процессы происходят, ну так, у них там тоже своя специфика, ну у них вот только сейчас какое-то свое, как бы, за небольшие деньги, за 300 тысяч, например, как у нас тоже начиналось, да, и там можно собрать прокате миллион, там, ну вот, вот эти процессы. Ну вот тогда, мне кажется, что с Келлинкой и Сабиной, все вот как бы, как прецедент, знаешь, там, перевернулось, и все как бы, ну, мне кажется, еще дофига кто попал, как бы, да, не у всех так получилось, но вот именно, как сказать, такая парадигма в голове, что ли, раньше же как было, рекетил там миллион, и он еле как отбился, а отбился это счастье, там, да, ну, как бы, и что еще, ну и казахфильм. Мне кажется, первый, кто начал снимать коммерческое кино, это вот Баяна Синтаева. Да, да. Вот с нее началось вот ее первый коммерческий проект, один из наших жюрек, вот кажется. Вот этот фильм прям залетел и заработал прям хорошие деньги. Пусть... Нуртас именно, наверное, первый, кто сломал именно в комедии, да, то есть... В комедии и в цифрах. В цифрах, да. То есть тогда было просто... У Синтаева был и прокат, он был большой, но у него были большие затраты, тогда был вопрос такой, ну, знаешь, там, типа, сколько-то процентов, а для людей, там, типа, собрал два, потратил 150, типа, ну, это же, когда... Ну, поначалу-то люди не учитывают этот все кинотеатром, НДС, там, что дистрибьютором надо. Ну, вот я имею в виду, что вот, как бы, такая история. Ну, это... Нуртаса, да, он, получается, сам режиссер, сам сценарист, ну, то есть хорошая экономия происходит. То есть даже взять у Нурлана, да, допустим, там, вот последний проект, над которым я работал, вот с Нурланом, он сейчас являет самым кассовым среди всех фильмов, это «Бинс по-казахски» в Африке. В Африке самая кассовая? Самый кассовый этот фильм сейчас, на данный момент, он больше, там, недавно писали статистику, там, около 800 миллионов, что ли, сборов. Но, но, минус в чем? Кажется, что большая сумма, но отнимается затраты... Давай сразу, это же профессионально у нас это. 800 миллионов делим, делим 400 миллионов, 5 процентов, да, забирай дистрибьютор. Ну, там, в зависимости, как договоришься. Ну, скажем, сколько там, 350 примерно. Ну, да, плюс налог официальных государств, плюс НДС, плюс затраты, плюс в Африку слетать, сколько денег надо, там продаж, сколько денег. Ну, то есть небольшая прибыль остается? Да, ну, где-то там, 150-200. Ну, я точно не буду говорить сейчас. Ну, не мой проект, поэтому я не знаю точных цифр. Но, в целом, брать чистая прибыль, она небольшая. То есть, поэтому, но у Нурлана ничего хорошо, что он, как бы, готов рисковать и открывать новые горизонты, такие, как Африка. Ну, то есть, я уговаривал вам, он говорит, как ты что, как мы в Африку полетим? Это нереально. Ну, то есть, я говорю, ну, полетели вот сейчас. Потом он такой, раз, я вот там познакомил с одним человеком, ну, это там другой, там, в Африканской, в другой стране. Потом мы, у нас есть друг тоже общий, Бахтиар Искаков, у него свое турагентство. Мы через него полетели в Кению. С Нурлана даю, полетели в Кению. Полетели ту, полетели в Кению. И там у нас один из тоже Бахтиара родственник. Юсуф его зовут, он в Швеции живет. Но он в Африке много лет жил. И он со Швеции прилетел в Кению. И он нас там встретил. Ну, он прилетел, и мы прилетели. Мы так вторым стоим в Кению, прилетели такие. Давай для начала отель снимем, потом поехали, заселились в отель и давай, куда идти, с кем общаться, никто никого не знает. А вы просто так приехали и все? Да, просто искать давай продакшн в интернете местный. Чтобы появляли продакшн, в Кении, в город. Мы поехали встречаться, первый продакшн такой был, там приехали, там охрана, а там очень опасно в Кении, то есть там нельзя на улице снимать, выходить после пяти, потому что там небезопасно, сразу ограбят, там нельзя окно открывать, мы приезжаем на первый продакшн, там с автоматами люди стоят и мы такие сидим, да пожалуйста проходите, мы вот из Казахстана и начинаем про себя рассказывать и такие немножко уверенно себя чувствуем. Мы в прошлом году в Америке снимали, мы какой-то продакшн, мы хотим здесь в Кении снять кино. А вы работали когда-нибудь в кино, были какие-то там опыт работы какой-то был у вас? Ну да, есть небольшой опыт, такие каталог вытаскивают и там Том Райдер среди них работает. Мы такие куда-нибудь пришли, сейчас они нам как цены заломят. Серьезно? Да, серьезно. Такая студия была? Да, то есть куда-нибудь. Я бы сказал, что нигерийская, знаешь, из кино, а там она вообще там за 10 тысяч. Она в Кении вот одна, и студия крутая, они как-то в Ветоле попали, да? Да, мы понимаем, что с ними не сработаемся, потом в общем мы такие ушли, они там вот такой ценник выставили, миллионный, мы такие понимаем, ну нереально таких денег нету. И все уже на следующий день улетает, никого нету, никого не знаем, ну типа все, обломилась Африка, и этот со Швецией друг, он айтишником оказался. Я не знаю, как он взломал сайт министерства Кении, и нашел официальные сайты, короче, официальные сайты тех кинопродакшнов, которые имеют официально, ну снимать на территории Кении, да? А там, оказывается, если ты официально имеешь разрешение, то ты не плачешь какой-то большой налог государству, вот, и такие две компании нашел, кроме той, которой мы были, то есть там три компании, одна компания, к которой мы сходили, и две компании, одна компания снимала только животных, снимает, только животных, а вторая вот занимается кино. Мы случайно позвонили, там женщина, она находилась в Кейптауне вообще где-то, она говорит, вот мой завтра человек приедет, встретится с вами. И у нас буквально в 12 часов вылет, и утром в 7 утра встречу назначили, приехал в отель этот человек, мы говорим, ну мы из Казахстана денег нет, как бы, мы поняли, она из другой позиции. Другой подход, да, да, вот здесь. Да, сначала был подход, типа, мы крутые ребята. Мы сейчас приведем культуру вашей страны. Потом мы решили, ну у нас денег нет, только бюджет небольшой, можете, ну мы хотим снять, показать Кению, там, круто, никогда не снимали, мы первые из Казахстана, мы говорим, ладно, давайте сделаем. И вот так, сценарий, говорит, все, есть? Мы говорим, да, да, есть сейчас, приедем, будет сценарий. Уже пишется. Да, и приехали, быстро давай сценарий писать, написали сценарий, отправили, завертелось, в общем, проект заработал, начал, ну и прям поехали, сняли, кайфанули, то есть круто, ребята, это африкан. Даже в Африке он большое внимание уделяет именно крафту, еде, там целые вот такие палатки ставили, повара готовили, то есть это у них как, то есть у нас всегда это, когда женщина приезжает, с ведра наливает себе суп, всем раздают еду. И у нас крафт всегда такой, чай, там, булочка, колбаса, вот, а у них, блин, всегда, ради крафта хочется нанимать иностранную компанию, хотя можно там, ну, то есть для них главное, понимаешь, что всегда сытые были актеры, все, кто работают, очень много еды всегда, что в Америке, что снимали, что вот в Африке. Ну, мне прям понравилось, и очень большую энергию дают эти ребята, потому что мы работаем уже с компаниями, которые там работают, и они дают сильную энергию, ты переезжаешь в Кастану, и уже тебе скучно здесь снимать. Свадебное путешествие едут только вдвоем, и не берут с собой родственников. Они же нам не мешают, они сами по себе, мы сами по себе. Вы далеко? А мы хотели с вами покататься? Вдруг мы целоваться захотим? Они хотят, чтоб один из нас шенился местных девушек и остался тут навсегда. Смотри, разговоры скучно снимать, вот возвращаемся к сериалу. Вот смотри, а вот когда вы получили, ну, вот «Городские легенды» или когда вот уже тебе пришлось вот эти функции продюсера выполнять, это, ну, что для тебя это было? Это тяжело для тебя было? Ну, то есть до этого вы в основном занимаешься там креативной частью, да, там сценарием, воплощением, ну, в том числе актерские какие-то вещи? Ну, раньше нам бюджет не позволял нанимать адекватного продюсера, исполнительного, который не отвечает за творчество, отвечает только за все остальное. Мы раньше сами договаривались с локациями, сами договаривались со всеми, при этом сценарий писали. Из-за этого было, конечно, очень много нервозности. Потом мы поняли, что каждый должен заниматься своим делом. Мы наняли хорошего исполнителя-продюсера, и он отвечал за производство, и у нас с головы эта информация ушла. Кому, сколько платить? Вот у нас сейчас, вот сейчас конкретно такой, у нас приходит бюджет, мы исполнительный продюсер, у нас такие деньги, вот, забирайся всеми, сам расплачивайся, мы туда не лезем. Мы пишем сценарий, готовимся, играем свои роли и не думаем о другом. И вот последние несколько лет мы так и работаем. Ну, то есть, причем исполнительный продюсер, они работают на многих проектах. Вот один из любимых мной исполнительный продюсер, это Рустам Юсупов, с которым мы вот работали, и Нурланд Коимбар с ним работал, я с ним вот последние два проекта отработал. Вот Игорь Воробьев, допустим. Честные, порядочные люди, то есть, официальные просто все деньги отдаю и себя ответственно снимаю. Я говорю, я не знаю, сколько камера стоит, я не знаю, сколько объектива стоит, свет, я не хочу даже об этом думать. Ты об этом думай, а я буду за это творчество отвечать. И вот, как только вот эта функция у нас начала работать, из головы эта информация ушла. Слушай, смотри, ну, я просто скажу, что ты работал, ну, по сериям с коммерческим каналом, да, там, то есть там у них все равно какие-то есть ограничения в бюджете. Скажем так, я имею в виду, к чему, потому что я вот каждый день сталкиваюсь с тем, что в ограниченных бюджетах, ну, вот мы, когда общаемся, там, и с группой, и с продюсерами, самая лучшая оптимизация бюджета – это сценарная. Ну, грубо говоря, как сказать, человек, например, стоит 300 тысяч, специалист, и вот ты можешь ему, ну, взять специалиста с 250, но ты же еще не знаешь, что тебе может это боком выйти, да, там, дороже где-нибудь завтра, да, там, ну, по качеству. А, и это всего лишь 50 тысяч, ну, к примеру говорю. А, к примеру, вот, когда ты оптимизируешь, ну, когда ты пишешь сценарий, ну, скажем так, уже понимая в голове какой-то бюджет, то, ну, как бы, какая-то экономия как-то получается влезть в бюджет. Ну, вот, я считаю, что я стал вообще мастером вот именно не по части каких-то прекрасных сценарий, а именно как сценарно решать, то есть жить в казахстанских краях. Ну, а здесь, я, как я говорю, исполнительный продюсер выполняет роль финансового директора, он говорит, ребята, у вас сценарий, в этот бюджет не влезет. А, вот он вас поторитет. Он говорит, в этот бюджет вы изменяете по сценарию вот это все, что вы придумали? Вот это вылетает, вот это вылетает. Я говорю, ну, может, мы вот это оставим? Он говорит, нет, нет, это нельзя оставить. Аэропорт убирайте, аэропорт, вокзал. И почему он из дома вышел три раза, он должен два раза из дома выходить. Прямо так это, ну, он за это отвечает. То есть он не вникает в сценарий, ему все равно до сюжета, он просто считает, это дорого, это дорого, это можно оставить, это нормально. То есть этим и хорошим финансам. Ну, у вас вот таким образом, то есть... Да, 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 потому что я сам не знаю. Две стороны и как бы находить сколько-то компрометов. Потому что невозможно думать, прям сидеть и о том, что здесь снимать, а ты только пишешь сценарий, и вот ты написал все, что в голову пришло, и отдаешь. Он говорит, это дорого, это дорого переписывать. Ладно, ну, он не лезет на качество, да что, как. Мы потом переписываем и уже каналу сдаемся, серий, куда же канал читает. Вот сейчас мы хотим вернуться к сериалам, потому что все-таки сериалы дают возможность именно... Мне почему нравится сериалы тоже писать, потому что они... Ты можешь не спеша героя развивать, да, в течение 20 серий. Потому что это у нас... Пускай историю. Да, историю раскрыть более подробно. Даже если с ним ничего такого не случилось, фильмов все-таки должно что-то такое произойти с ним. Просто у нас еще, у нас-то как говорили, у канальных продюсеров, они же тоже берут свои идеи из американских проектов тоже. Посмотрят во все тяжкие, там, или «Игру престолов» и говорят, мы тоже такое же хотим. Но бюджет вот такие вот. Почему у нас не так круто, как у них? Почему у нас не так круто? Ну, потому что у нас бюджет в 10 тысяч раз меньше. Слушай, ну, я уже вообще сильно особо не задумываюсь, потому что, ну, по-моему, все-таки, ну, вот я вот по этой сериальной теме... Прямо, ты знаешь, я сейчас приехал просто с этого, был на Киев Медиа-вики, меня там позвали спикером. Суть не в этом. Суть в том, что все спикеры, ну, вот эти международные, копродукт, копродакшн, продюсеры, в том числе, там, последний выступал Роднянский. Он сказал, короче, сериалы первое, второе, теперь нет вот этой фигни. Знаешь, раньше нам говорили, там, нужные американские актеры, там, английском языке. Ну, типа, сейчас вот Netflix ты можешь снять на русском и на казацком истории. Главное, чтобы она была классной, конкретной. Да, да. Да, и она может быть очень самобытной. То есть, это не должно быть, типа, о, там, американцы не поймут, что такое тут. Ну, то есть, она должна быть просто очень, ну, хорошая, да, то есть, конкретно они постоянно подчеркивают. Потому что мы можем, знаешь, уйти в нашу политическую, казацкую, там, например, да, там, какое-то такое кино рассказывать. Но если это, грубо говоря, идти, ну, не будет завлекать даже своей этой вот этой аутентичностью. Ну, короче. И, как бы, знаешь, все такие, я думаю, что это вообще сейчас шанс. Для нас прям шанс, потому что мы никогда, вот эти вот, никогда бы это американское, на американском зрителе никогда бы не сделали. Но сейчас, потому что, ну, они объясняют это, Netflix стал дублировать. Сейчас, если зайти в Netflix, дофига историй из каких-нибудь разных стран. Там вполне, может быть, то есть, один чувак там с этого, с Лондоном, мы с ним общались, он говорит, вы снимаете на казахском, короче, ну, дистрибьютор. Ну, там, по просто качеству. Да, все равно продюсер должен быть, да, какой-то, который будет двигать для Netflix. Ну, вот у них есть сейчас дистрибьюторские компании, которые это двигают. Просто это не сразу на Netflix может быть. Netflix это уже, как бы, знаешь, ну, тебе кому-то уже премию вручили, потому что это знак качества того, чтобы... Да, да, да. Ну, есть дофига площадок, во-первых, во-вторых, понятное дело, что вопрос с самоокупаемостью и так далее, там, ну, с бюджетами. Ну, я просто к чему говорю? Раньше мы просто были ограничены этим, там, языком, мы никогда бы выучили язык, никогда бы все равно нормальные истории бы не написали на этом языке английском. Там вот этот американ, американизм мы не помним, мы здесь делали бы, как американское тоже было. А сейчас вот, типа, вот такая история, ну, и, соответственно, ну, это не история про полный метр. Ну, история про полный метр, это когда ты очень что-то крутое, вот поэтому я говорю, что полный метр сейчас как короткометражка, короче. Ну, знаешь, до режиссера так, знаешь, там, родился, если не заработал... Ну, каждая серия, как фильм же сейчас. Да, сейчас, если ты хочешь рассказать какую-то историю, поэтому, мне кажется, вот, ну, кажется, нам надо как-то задуматься все вместе. И, может быть, не этого, как сказать, как ты говоришь, не враждовать там или как конкуренцию какую-то испытывать, а... Ну, для этого, да, нужно, нужно как-то... Ну, есть дофига есть смыслов, например. Ну, для этого нужно тебе всех объединить, позвать и предложить такой проект, потому что я не знаю, кто это может сделать. Ну, я просто заточен сериал. Даже элементарно сейчас, вот ты говоришь, что ты ездил на этот фестиваль куда-то в Киев. Как ты туда попал, во-первых, как тебя позвали, почему тебя позвали, а не меня? Не, ну, мне как туда попасть вообще? Я же не... Не, как попасть, просто туда едешь и все. А просто ездишь? Регистрируешься и все, ездишь. Я ездил просто почти каждый год. А ты просто сам покупаешь билет, регистрируешься, да? Да, да. Просто сам пилет. Ну, нет, в этот раз меня позвали, то есть, а до этого я ездил, я в 2014 году приехал. А позвали как кого именно? Как спикера, ну, там, панельная дискуссия, там, обсуждение рынка, Казахстана, Молдовы, Киргизии и там. Именно сами украинцы? Да, сами украинцы. Класс, класс. Ну, они, им нужен был человек, который может рассказать изнутри про индустрию. Возможно, я не знаю, почему, возможно, может, что у меня много, ну, как бы, я много, как сказать, у меня много связей, там, и коммуникаций, много работы там тоже с ними. Ну, с продюсером местными, не с ними, а с продюсером. Может быть, я не знаю, может, это видеоблог, там, или не знаю, там. Я не знаю, каких точных причин. Это была система рекомендаций каких-то многих. Ну, ну, как бы, выступи-выступи, меня ничем не наградили, как бы, это так. Я просто к чему говорю, к тому, что, ну, ты приезжаешь, я в 2014-м, я где-то три раза был после этого, с 2014-го года, туда ездил, ну, мы что-то там по телеку, шоу, сериалы. Знаешь, два года назад было только шоу. Все прошло, значит, эти грандиозные, которые смотришь, у нас никогда такого не будет, да, что там огромный трехэтажный дом, там бассейн, человек прыгает, знаешь. А сейчас все про сериалы, понимаешь, там все просто на сериал, копродакшн, там, знаешь, случаев там дофига. Все на сериал за это, в три раза увеличилось вообще производство вообще сериалов. 15 миллионов долларов в следующем году. Ну, даже те же вайны взять, допустим, выпускают наши, там, популярные вайнеры, выпускают копродукция, там, назовем это копродукцией. То есть российские вайнеры и совместные скастанские вайнеры снимают какие-то местные видео. И ты понимаешь, насколько они, просто для них позвонил с Москвы, давай вместе с ними, они едут в Москву, либо кто-то из Москвы сюда приезжает, либо они у себя в Москве, либо вот здесь записал, здесь начало, там, конец, это соединяется. И то есть очень легко, то есть раньше такого, чтобы с москвичами как-то поехать снять, это целый геморрой. Ну вот, да, я думаю, что сейчас вот как раз таки время, вот это YouTube, вайнеры, веб-сериалы, вот это моя любимая тема вообще. И какой-то, как сказать, сделать какую-то историю, сейчас получают все эти вылавниваются. Знаешь, вот сейчас в нашей ситуации мы с тобой не можем снимать сериалы за 350 тысяч долларов. Ну, во-первых, может быть, достойны ли мы это вопрос, ну ладно, предположим, что достойны. Но мы не можем, потому что в Казахстане нет таких бюджетов, да, скажем так. В Москве есть, в Украине там до 100 тысяч долларов, да, но мы ограничены. YouTube, есть этот интернет и вся эта история с Netflix, она может все это стереть. Ну, грубо говоря, завтра мы можем быть такими же, как бы, участниками этого рынка, рассказывать свои истории. Ну, если мы, конечно, выдержим конкуренцию. Ну, Тимур Бекмамбетов же вот придумал новый формат фильма, где на компьютере все происходит. Да, да, он очень новатый. Ну, там вот я общался с ребятами, ну, там будет много, вот этот именно Screen Life, он, короче, там очень много по времени в монтаже и очень долго в монтаже. То есть, типа, кто там неделю снимает, короче, а там монтирует, там год. Ну, потому что вот это восприятие, оно все должно быть очень органичное. Ну, да, у нас это вот Аташка на хайпе, мы сейчас снимаем. Мы тоже там поменяемся, да? И там очень много вот этих всяких, даже элементарно, что он Instagram смотрит, там, в Instagram нужно наше видео, что было, и при этом было естественно, это очень много времени занимает. То есть, какое-то это видео мы две недели делали, там сидел чувак. Он говорит, это же просто. Он говорит, просто, но это все равно как-то сложно. Ну, вот этот ресерчинг, я слышал тоже Бекмебетовский фильм. Поиск, да? Поиск, да. Он там, ну, тоже очень долго был в продакшене, то есть, ну, в постпродакшене. В продакшене был так, как бы, там его снимали, ну, там... Ну, там атмосфера же держит, то есть, музыка, переходы, все, что было естественно. Все это должно очень тщательно, как бы, и там, и там, как я понимаю, там же, видишь, там уже неограниченное, то есть, совершенства-то там нет, тоже предел. В съемках-то уже, типа, ну, вот как сняли, так сняли. А тут уже можно сидеть и докручивать, докручивать. Монтаж много можешь спасти, кстати. Ну, да. Монтаж, да. Кстати, Бекмебетов, недавно он хотел в Казахстане делать подобные два проекта. Мальчишник и девичник. И вот его представители предложили нам написать одну из... Один из вариантов. Либо мальчишник, либо девичник. Мы им назвали смешную казахстанскую сумму, до них оказалось дорого, и мне показалось странно. Почему-то они... Не, слушай, ну, давай, если мы можем, давай это обсудим. Сейчас, ну, узкое место, скажем так, к радости, наверное, казахстанских сценаристов и сценаристов-комедиографов, скажем, да, кто снимает комедии, это то, что, например, грубо говоря, в сериал я могу привлечь кого-то из-за рубежа сценаристов, да. А, например, чтобы делать прокатную казахстанскую комедию, ну, нужны, там, условно говоря, сценаристы из Казахстана. Может, менталитет, да. Да, менталитет нужно знать и так далее. Вот как ты к этому относишься? То есть, с одной стороны, это как бы, ну, развивает, да, наших сценаристов. Я никогда не понимал, когда привлекали иностранных специалистов. Я знаю, что, производя сериалы, то есть, можно, там, взять структурщиков из Украины, там, или из России, они придумают основу сериала, придумают драматургию, придумают всякие саспенсы вот эти все. Да. И просто казахстанские наши сценаристы берут и адаптируют ментальные шутки. Мы пробовали работать так со сватами. То есть, мы ездили в Украину, мы покупали франшизу сериала «Сваты» и для КТК делали сериалку «Доллар». На казахском? На русском. На русско-казахском. И мы пытались, ну, готовы сериал адаптировать нашими казахскими шутками. И вот получалась какая-то вот такая смесь ни того, ни сего, короче. То есть, это вроде и наше, и в то же время не наше как-то. И вот это прям чувствуется вот эта рука. А вот потому что мы, когда пишем, у нас все равно сразу менталитет чувствуется. То есть, я знаю, допустим, что когда ты делаешь акцент на ментал, он всегда сильнее работает, нежели это просто обычная история. То есть, два фильма выходят, два сериала, тот сериал, в котором больше ментал, он сильнее изойдет. Да, но по идее, зрители же идут за менталом, по сути, потому что, ну, продакшене вы ничего лучше не сделаете, чем россияне, американцы. Да, 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 абсолютно. Эффектов вы не сможете сделать. Только ментальное, юмор, ментал, то, что вы можете дать этому зрителю. Конечно. Да. Слушай, ну вот смотри, я вот разговаривал, например, с Акрубеком, ну вот мы снимали интервью, еще разговаривали с несколькими продюсерами. Вопрос сценаристов, ну, скажем так, для кино, наверное, вы как-то закрываете этот объем. И то, я думаю, что сейчас дефицит целеный. Вы поднимаете ставки, да, сейчас. В принципе, вы сейчас в выгодной позиции находите, да, там, может, по сути, ты стал продюсером, ну, грубо говоря, имея хороший ресурс. Нет, у нас со сценаристами всегда проблема. Всегда на любом проекте. То есть, выпуская проект, мы всегда ищем сценаристов. То есть, я привлекаю старых ребят, но просто старые ребята могут заняты быть, кто-то уже взял свой проект. И стараюсь всегда привлекать молодую кровь, потому что важно, чтобы... Ты берешь венчиков, да? Беру в основном венчиков, да. А если вот брать глобально, например, если брать не только юмор, например, ну, как ты считаешь, как можно решить вопрос, чтобы, ну, вот, там, были свои... Ну, скажем так, если объемы большие, да, мы думаем, ладно, полный метр, это все-таки, там, работа такая, штучная, да, к примеру, если брать сериалы. Как решить вопрос к тому, чтобы было много, ну, то есть, наши же сценаристы закрывали объем сценариев нашего же производства? Только деньги? Деньги? А каким образом? Ну, например, сейчас вот есть деньги, как, ну, у нас же нет смысла. Ну, их надо взращивать, искать, направлять, то есть, ребята, даже те, кто со мной работал, те, кто со мной работал, они сейчас отдельно пишут, да, то есть, им выгоднее работать отдельно, потому что... Соответственно, тебе не выгодно их взращивать, тратить на них время имеется не в процессе, а вообще просто... Ну, так и происходит, потому что я работаю там, со мной многие сценаристы начинали работать, потом они там поняли все это, схавали кухню, сейчас отдельно берут заказы зарабатывать два раза больше чем я платил да то есть им не нужно там мне всегда что у нас за сценарий эта сумма то не меняется то есть там есть я беру за сценарий потом я плачу остаток там тому чуть меньше другому там зависит от сколько отработал и поэтому не выгодно дальше со мной работать но если допустим я буду ставки повышать цены повышать ничего не могу сделать поэтому не уходит да то есть только деньгами давить и то есть слух пустить среди всех сценаристов что вот в нашем продакшене там за серию бешеные деньги платят все к нам прибегут ну это краска дня завета индустрии просто пример словно отменяю счет кого-то не она но я не комедий на сцене не она здесь же есть главный креативный продюсер который он горну что ты пишешь это не пойдет ну то есть как вы же работали я слышал что вы же работали для стс вы писали там светофор сериал или гранения а нет ну или аскарби семян рассказывал что вот он там месяц два одну серию могут писать да да хорошо платят но при этом одну серию там два пару месяцев принимать то есть так же и здесь должно происходить но насколько просто нужно чтобы те сценариста доверяли креативным продюсер то есть не всегда но такое происходит приходит человек с достаточно опытным большим сценарным там особенно это происходит когда он закончился жургенева еще и я тут к венчик его редактирован напрягается и горит ну типа ты не понимаешь я говорю ну неважно кто понимает и не понимает сам факт что я здесь главное я буду деньги поэтому не принимает решение с меня за рост и и не гордну давай тогда нам не по пути ну окей давай не так часто происходит такой часто происходило слушай ну а вот как ты расскажи пожалуйста как вот и ситуация с правами ну у нас все на сериала вся дает права канал да да у нас соответственно ну считаешь что ты что вот это какой-то степени ну там тормозит нашу индустрию вот например сейчас вам твоя компания там большая 8 скажем так я не знаю правда как фильмы у нас правами да там у нас фильмы не имеет отношения сериал просто нет а вот компании вас права зарегистрированы не одну допустим какие-то сериалы да то есть сериалы права остаются там у канала да то есть мы сейчас сейчас мы допустим уже сериалы нам когда предлагают делать мы уже о правах стоит речь то есть мы хотим мы говорим что давайте мы показ первый у вас после чего мы фильм сливаем нам на канал фильм или сериал то серию ну мы не говорим сейчас о каких-то там стопроцентных то есть проектах допустим сейчас мы хотим делать продолжение сериала женатики то есть эти условия немножко наверно не согласятся до этом но допустим если они хотят чтобы допустим я про себя конкретно говорю то здесь выводить что в сериале я снимался тогда я могу сделать чуть дешевле но сериал показывает у вас и я на свою тюб канал заливая вас это устраивает они говорят в принципе нас устраивает но только уже было уже нет не было но сейчас я предлагаю вот такой классный классную темы раскачиваешь нам надо вместе это раскачивается у нас бы тебе сказали нет мне сказали никогда не было ну слушай но я я к чему говорю просто если брать как бизнес например вот вашей компании там большой восьмойка моя компания да по сути кроме каких-нибудь там камеру компьютера ну по большому счету у нас ну там за какой-то многолетние работу у нас компании ничего не стоит мало того на самом деле все что стоит ваш компания это сосредоточено по мне и в тебе ну то есть надо только в одном человеке завтра те компании может по-другому называть то есть как бизнес скажем так ну предприниматель еще занимается что развиваете компании но некоторые в россии там продаются за миллиард долларов да вот эти компании большими библиотеками там и так далее но они же только контракты и библиотека плав по сути там них не там здание там каких-то заводов пароходов только это же до твоя по идее вообще десна игра хочется у них вот с ними поработать поучиться вот как вот тоже слава дасмухамедова да там уже 7 слепаков то даже камни к продакшн они все равно начинали ну как мы к венчике сейчас превратились это медиа гигантов миллионеров да вот мы вот сколько проектов сделали до сих пор миллионерность по местам скажем так то есть только делаешь и как-то особо приходит когда деньги на жизнь там потому что мы вещь мы просто неправильно что мы придумали например вполне может быть так что в принципе по правам грубо говоря завтра какие-нибудь же найти китрит пил мозга мне кому-нибудь еще надо да то есть это ничего не может сказать и стоп что в в чем дело нет и не сказать это мы также любой сериал понятное дело не совсем логично и совсем как бы оправданно но юридически по сути там твоя компания моя компания на ней вся стоимость только то что там на ней записано там стол там ну что там еще там машина не но если мы производим куда сериал допустим я сейчас заинтересован в том что именно в своем фейсе да скажем тогда то есть производим сериал где я сам снимаюсь то я уже ну и буду за права то есть это не только каналу права принадлежат то есть это завтра же не могут перепродать сериал с моим участием поэтому не справа когда надо разделять но но тебе потом ты каналу но если другим актер других актеров снимаем тогда у меня особо и претензий нет к этому да естественно хочется чтобы вначале были такие условия чтобы потом как бы сериал сейчас все таки хочешь в youtube заливать куда-то в интернет развивать потому что сейчас больше выхлопа дает именно интернет я не знаю многие каналы даже россию взять в россии все телеканалы там тнт стс выпускает серия на съезжение в интернете уже есть официально у нас это почему-то нет у нас вот у нас они хранят у себя где-то там что-то там с ними делать я не знаю что с ними делают из белого нету потому что у них есть свои вот этот вот приложение но который не работает ну да нет ну а у других каналов многих есть иногда даже знаешь не знаю на вот на ктк только у хабара исполнил хабар это значит иногда мне даже мне мне это мешало мне выходил сериал в 9 30 что ли они уже в 10 30 выходил на хабар на этом я смотрю в комментариях что человек пишет что уже началось я еду домой посмотреть то есть он едет домой посмотреть и по телевизору чтобы потом был рейтинг и не знаю потом будет как бы мне сказали что ты молодец а он едет к десяти тридцати домой чтобы посмотреть ютюбе не но например как делают я думаю что они же суммируют просто то есть тоже игру престола взять они же там пишут когда рейтинги пишут там такой-то рейтинг собрал примерный показ на телевидении и после чего такой примерный показ состоялся там интернете да сколько людей посылания да это суммирует и общий рейтинг выдают но это там у нас он не так но это же они же все ножи к нам же все приходит это как-то надо суммируете это же реклама основная реклама допустим тот же вот ярдин телемистов снял для веб-сериал свой про джина там что-то он же тоже так он приходил это это вы youtube канал собственный канал он пришел к спонсорам вот мы хотим снимать вас будет столько тысяч просмотров столько-то людей увидит ваш товар на теле на все же примерно происходишь ну да ну по сути они они не винили они ютюб они генса не предлагает они вообще не него нет неважного допустим сайт я не гостом на youtube заливали игру то есть перка новость сайт 30 не кизая наша оценка нас основная заказчика рейтинг ну то есть условно гоестный чувак который написал комментариях у него вот это вот херня и по метод я этот рейтинг тесно спорность до конца не понимать слишком мало людей это ну считается что это нормально но там конечно много допустим взять у канала допустим у канала там то в любого кастанское место но в среднем телезрители от 2 до 3 миллионов до в целом есть youtube канал у котором миллион подписчиков то есть и при этом допустим вот мы фильм выложили youtube точно он собрал три с половиной миллиона просмотров то есть три с половиной человек посмотрел по сути вся аудитория канала посмотрел фильм то есть это же можно как-то суммировать то взять серию взять и хорошо распиарит раскрутить то есть на сайте там канала выходит на канале выходит эта серия и нас лежит им выходит пусть на следующие быть через несколько дней в нет имя сюда отдельной продажи да 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 то есть это жила объединяю тот самого человека был доступ comer son сейчас проблема то какая сейчас время-то вперед ушло и сейчас проблема телевидение что никто не побежит сейчас в 9 часов смотрел сериал потому что можно найти сериал по-любому кто то запишет это сериал с телевизор пираты выложит у себя на сайте каком-то и и этот серий они найдут, это же можно же, все же понимают, что так будет происходить. Поэтому должны когда-то объединять все это дело. Ну да, но вот этим должны заниматься вот сами бродкастеры, чтобы у них такая ситуация. Просто я имею в виду, когда они подают рекламодателям, если это рейтинг, рейтинг стоит в контракте. Ну вот в государственном канале бывает такой пункт. Государственный канал все равно отдельно, это задача государственного канала развивать, как бы снимать, и там как бы для них и рейтинги не важны, мне кажется. Просто главное, чтобы выходило что-то. Это интервью у нас было с Сабитом Рохимбаевым. Надеюсь, оно было полезным и интересным для вас. У нас будут еще интересные гости, поэтому оставайтесь на нашем канале, смотрите наше следующее видео. Сабит, большое спасибо, была очень интересная беседа. Спасибо за приглашение. Мы не общались с тобой, можно сказать, со школы, с твоей школой. Спасибо за приглашение, очень рад всегда рассказать про кино, про сериал. Не знаю, еще раз зовите, еще что-нибудь расскажу. Да, еще раз обязательно зовем. Мы, знаешь, у нас была такая идея с Аклбеком собрать и как бы вообще, то есть по пунктам разобрать вообще сам процесс, вообще углубиться. И как-то может быть сделать там несколько человек собрать. Без проблем. И поделиться мнением. Спасибо большое. Спасибо. Итак, это был видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok